Так выглядел один из первых в мире микроскопов. Это точная копия устройства, которое в 17 веке создал голландский ученый Антони Иван Левенгук. Его изобретение – это две медные пластины, плотно прижатые друг к другу. Между ними сквозное отверстие. В нем круглая стеклянная линза, величиной примерно с горошину. Она давала увеличение более чем в 200 раз. Ученый впервые описал микроорганизмы, увиденные им в капле воды. Микроскопы 17 и 18 столетий – гордость собрания пермского коллекционера Александра Новокшонова. Он рассказывает, собирал уникальную технику буквально по частям. Часть деталей была тогда еще в начале 90-х годов на рынке, на московских рынках продавались. И они не стоили таких баснословных денег. И как бы были рисунки какие-то. Сейчас я нашел чертежи в интернете, и недостающие детали пришлось просто доделать. То есть можно сказать, что 50% оригинала, 50% доработки. Есть на этой выставке и советская техника. К примеру, такими оптическими микроскопами пользовались ученые в 30-е годы прошлого века. А это более современный стереоскопический МБС-10. Его используют биологи и криминалисты, археологи и приборостроители. Вообще большинство моделей здесь действующие. На этой выставке представлена эволюция познания микромира. Свою оптическую коллекцию Александр Новокшонов, медик по образованию, собирал больше 10 лет. И никто не ощущал цену этим микроскопам. То есть, в общем-то, часть экземпляров мне их просто дарили, потому что они были бесполезны, не нужны. Я подумал, ну вот все это стоит уже столько времени, и пусть люди увидят, пусть дети порадуются. Потому что, в общем-то, если видно, что вызывает любопытство у взрослых, то у детей, конечно, это такой и восторг. Выставка «Мир, который мы не видим», открылась в Нытвинском историко-краеведческом музее. Она будет передвижной, говорит Александр. Коллекции уже заинтересовались в нескольких музеях края. Покажут ее и в Перми. Место и сроки пока оговариваются. Юлия Зыкова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей.